МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это 7 дней плюсов Светланы Кадыровой. Здравствуйте! Сегодня мы вновь продолжаем обсуждать год семьи, который идет в России. В чем его смысл? Как его встретили в многодетной семье? Как совмещать роли многодетной мамы? Бизнесвумен. Еще интереснее тема, на мой взгляд. Гостя сегодня тоже потрясающая. Гузель Шубина, многодетная мама, четверо детей, парный психолог. Здравствуйте! Сегодня попробуем поговорить и о семье, и о психологии, и о семейной в том числе. Для начала, знакомство с вашей семьей. Как родилась идея многодетной семьи? И точнее, когда она вообще родилась, сама семья? Семья родилась в 2007 году. В нашей семье это я и мой супруг. У нас четверо детей, старший сын и три дочки. Старшему сыну 15 лет, младшей дочери 4 года, дочь 12 и 10 лет. Идеи создать многодетную семью не было. Это какой-то естественный жизненный процесс. То есть сначала у нас появился сын, потом захотелось дочь. Третий наш ребенок был сюрпризом для нас. А четвертый это было уже осознанное решение. И в детстве у меня никогда не было мечты стать многодетной мамой. Это как-то произошло в жизни. И это было естественным таким процессом. Ну а при этом, как вы себя ощущаете? Насколько вот многодетные мамы от немногодетных отличаются? То есть в чем вам сложнее? Мне сложно разделить как бы сразу так, хоп, на две группы. Многодетных и не многодетных? Многодетных и многодетных. То есть мне кажется, тут, по крайней мере, они отличаются количеством родов. А по качеству и по сложности, мне кажется, это очень индивидуально. Потому что бывает по-разному. Бывает то, что многодетная у тебя есть возможность и реализоваться, и есть партнер поддерживающий. А бывает то, что ты одна воспитываешь двоих детей, при этом тебе нужно работать на двух работах и помогать, допустим, родителям. Поэтому, мне кажется, это индивидуально, и у всех по-разному бывает. Но при этом очень многие боятся сегодня стать многодетными, потому что переживают, что в этой ситуации надо будет завязать. С карьерой, образованием. А вот вы говорите, точнее, вы своим примером пока совершенно иное. То есть у вас три образования, если я не ошибаюсь. Вы бизнес-вумен в этой ситуации. Как вам удалось, благодаря психологическим каким-то основам, совместить вот это все? И, в общем-то, стоит ли бояться, что из-за многодетности придется отказываться от других сфер собственной жизни? Опять-таки, это был мой выбор, и он происходил естественно. Сначала я училась, мы открывали совместный бизнес с супругом, работали, и по мере того, как мы работали, появлялись дети. И это был естественный процесс, который необходимо было встраивать в собственную жизнь. И мое желание развивать, оно было как бы изначально. То есть я всегда была очень амбициозной, и до встречи со своим супругом я хотела министром финансов стать. Так, хорошая мечта, поддерживаю. Но я потом влюбилась, как я обычно рассказываю эту историю, и мы начали мыть машину вместе. То есть на этой почве были конфликты в моей семье. Но вот это желание как-то реализовываться, оно было изначально, и оно так со мной и осталось. Поэтому, мне кажется, у каждой мамы по-своему. И примеры многодетных мам действительно есть успешно, когда возможно. Когда возможно совмещать реализацию, учебу, смену профессии. И это как-то органично происходит. Вот в России объявлен год семьи вообще. Как вы восприняли? Многодетная семья. Это было интересно, это было важно, или это прошло так, не особо значимо для вас? Я очень порадовалась. Я порадовалась, потому что действительно сейчас, я считаю, что это важно, именно даже как парный психолог, так как большое количество разводов, и, мне кажется, фокус внимания именно на семье, как ценности, будет способствовать тому, что какие-то, может быть, меры поддержки будут. Возможно, люди просто даже фокус внимания свой сместят на семейные ценности, и тогда будет меньше разводов. И будет больше счастливых семей, и больше счастливых детей в том числе. А каких, например, тогда мерах поддержки? Мы всегда говорим, если год семьи объявлен, значит, определенные финансовые потоки будут направлены на поддержку. В чем, видите, в чем нужно поддержать? Многодетным семьям, либо в принципе семьям? Если вы сегодня как парный психолог, год семьи, и я так понимаю, сама мама многодетная. О чем? Какие меры поддержки нужны? На мой взгляд, важна какая-то психологическая поддержка. Именно, я не знаю, в какой форме это может быть. То есть какая-то может быть бесплатная консультация семейных психологов для семьи, которые только были созданы, или которые какие-то кризисы проходят. То есть когда они не могут, партнеры муж и жена не могут найти общий язык, и им сложно, и им нужна помощь. И вообще популяризация идеи того, что можно обратиться к кому-то за помощью. То, что это не страшно, и помогут, и будет лучше потом вам. При этом, вот вы сейчас говорите, что вы парный психолог. Какой бы диагноз? Ну, я не знаю, психолог не ставить, наверное, диагноз, да? Но, в принципе, как психолог, если бы вы посмотрели на психологические проблемы общества, я так понимаю, самый кризис это у института семьи, да? Не могу сказать, что самый кризис, но действительно, институт семьи последние 30 лет проживает вот этот кризис. То есть кризис в чем заключается? Меняется цель формирования семьи. То есть если раньше это было, мы заключали брак для того, чтобы выживать, то есть это были какие-то экономические цели, потому что домашнее хозяйство вдвоем было проще вести, то сейчас уже цель именно создания семьи, это чтобы быть в эмоционально близких отношениях и иметь партнера, который эмоционально поддерживает, который разделяет с тобой и радости, и горечи, и с тобой именно эмоционально. То есть 30 лет назад, по идее, было легче, да? Ну, легче, потому что вот выживаешься в финансовом плане, и хорошо, а в эмоциональном, по-моему, найти пару гораздо сложнее, нет? Может быть, легче было то, что была задача как бы ясная, да? Мы выживаем... Сейчас покупаем холодильник, потом телевизор, потом меняем квартиру с двушки на трешку, да? То есть в эмоциональном плане-то не все умеют. Да, согласна, потому что не было такого опыта, потому что это как некая новая, да, новая тенденция, новое направление. И мы, можно сказать, первопроходцы, потому что мы не знаем, как должно быть. Мы видели одну модель семьи, которая родительская. Сейчас, в нынешних условиях, она уже не так эффективна, и поэтому нам сложно, и поэтому мы ищем какой-то способ взаимодействия новый. Итак, как парный психолог? Я вот сейчас все-таки перейду ближе, наверное, к вашей просьбе, потому что все равно психология семья тесно связана, да? Да, да. Потому что все равно все мы те самые ячейки общества. Давайте вот сейчас о том, я наблюдаю тренд на психологов. Я наблюдаю тренд на интернет психологов, и меня этот тренд немножко пугает. А вас? Меня тоже. Меня тоже он пугает, потому что то, что я наблюдаю, это больше как какой-то вот именно, не знаю даже, как их назвать, ну, как псевдо, может, даже психологами. Это способ как будто бы заработать денег больше. А психология – это все-таки именно изначально для меня, да, как миссия, миссия помощи людям. То есть это помогающая профессия. И то, что сейчас в медийном пространстве популяризируется, это то, что легко продается. Это образ какой-то такой счастливой, беззаботной жизни, когда-то там никто никому ничего не должен и так далее. Но это, я это вижу, наверное, на своей практике отрицательно влияет на семейные отношения, на семейные взаимоотношения. Потому что, увлекаясь психологией, один из партнеров улетает куда-то в свою какую-то... Так понятно, что чаще женщина улетает? Ну, по моим наблюдениям, да. Ну, думаю, что и бывает у мужчин, но по моим наблюдениям, да, они улетают в какую-то такую реальность и как будто бы забывают или идут за трендами вот этой какой-то сепарационной психологии, когда человек один. Но по своей сути каждому человеку нужен человек. Каждый человек ищет отношения. То есть это отношения – базовая человеческая потребность. И я надеюсь, что как раз-то и госсемьи сместит фокус на то, что напарные отношения. Потому что нам нужны эти близкие эмоциональные отношения. В них мы счастливы. Ну, вот о тех лже-психологах, условно, да, если мы говорим, то понятно, что зарабатывают на женщине, говорят, что ты богиня, ты королева, ты достойна, ты можешь ничего не делать, всё придёт, да, само собой. А в мужчину что вкладывают? Мужчины тоже ведутся? Я думаю, что есть, да, такие моменты, когда, может быть, вкладывают практически то же самое, что ты никому ничего не должен, да, живи своей прекрасной жизнью, не обременяя себя ничем, реализуй все свои детские мечты. И, по сути, само по себе это неплохо, да, но не отрываясь вот от реальности того, что помимо каких-то желаний есть ещё вопрос ответственности. То есть я делаю выбор, но я несу за него ответственность. И тоже как бы в отношениях этого. В отношениях два человека, оба они включены в эти отношения, и оба берут ответственность, да, на себя. Ещё один тренд у мужчин про то, что вкладываться материально в супругу, и здесь он, опять-таки, сам по себе вроде бы неплохой, но бывают перекосы, когда у мужчины как бы некий такой откуп от всего остального, от эмоциональной части, от времени. Я тебе сегодня вот выдал годовое содержание, никаких тебе больше там знаков внимания, даже никакой заботы и внимания, тепла и нежности, да, условно? Да. Как часто, в принципе, учитывая, что вы парный психолог, я предполагаю, что к вам нужно приходить парами. Как часто пара, в принципе, в состоянии договориться, чтобы вообще пойти к парному психологу? Вообще есть тренд на то, что сегодня станут всё больше пар, которые изъявляют желание сохранить при таком количестве разводов просто в стране? Я вижу этот тренд, я наблюдаю, и это радует то, что уже меньше страха идти именно к психологу. То есть, с одной стороны, вот пиар со стороны вот этих лжепсихологов, у него есть отрицательная сторона, а с другой стороны, он как бы популяризирует идею, в принципе, психологии, и меньше страха идти в парную. Но действительно, этот страх всё равно есть. И опять-таки то, что вдруг мы там разведёмся, у мужчин такое бывает, что вдруг мы разведёмся, или бывает то, что и так как психолог женщина, страх то, что так, вы сейчас договоритесь. Договоритесь, кооперируйтесь, да, и будете меня как-то там давить на меня. Вот вы сказали, что вас тревожит появление лжепсихологов. Вот уже были у вас те пары, которые, в принципе, от их воздействия пострадали? Ну, скажем так. Да, были пары. Как это происходило? Какие-то вот истории есть такие частные? История такая, что приходит пара, и супруга начала ходить к психологу, много лет назад или не так давно, и сразу же в адрес партнёра полились какие-то слова в виде там абьюзер, газлайтер, а он даже не понимает, о чём это. И сразу у мужчины возникает образ, так, все психологи плохие, потому что моя жена туда сходила, пришла и начала там на меня кричать. Вот. И тут идея в том, что даже если вы идёте сюда в личную терапию, то партнёр не идёт с вами, то есть он не знает, что у вас происходит, какие внутренние процессы происходят. И важно, может быть, рассказывать не с упрёком каким-то, не с наездом, а именно как поделиться своими чувствами, что вы узнали о себе в этой личной терапии. Но если есть запрос по отношениям, я всё-таки рекомендую идти именно к парному психологу. А как, в принципе, найти психолога, который тебя не обманет, не ведёт в заблуждение, если мы сейчас говорим, что это монетизируется вполне себе прекрасно, да? Каким образом, в принципе, должен состояться этот выбор? Я думаю, что тут важно искать, может быть, по профессиональным сообществам психологов, обязательно обращать внимание на образование, то есть чтобы было базовое образование, именно диплом. Дальше это именно специализация в том методе, в котором работает человек. То есть в психологии есть много разных подходов. Я работаю в ЭФТ, эмоционально-фокусированной терапии. То есть есть квалификация именно в этом подходе. То есть это говорит о том, что много-много часов практики было, учебной практики. Ну и личность самого психолога, потому что, когда вы первый раз приходите на сессию, и вы чувствуете... Ваш или не ваш? Ваш или не ваш, да. Даёт ли он советы? Психолог не может давать советы. Ни в коем случае. То есть если вам дали совет, сразу это разворачивайтесь, разворачивайтесь и уходите. Ну если вам говорят, разводитесь или не разводитесь, психолог не может давать. А вот ещё с этим уже лжепсихологом, чтобы завершить беседу, наверное, эту тему. Как правило, в интернете их очень много, да, всевозможных роликов, стримов, статей и так далее. Просто там тысячи. А там что читать и что не читать? Что нужно включать? Ну я понимаю, что голову, да? А что ещё? Чем руководствоваться? Фокус внимания на то, что какая цель. То есть сверяться с собственной внутренней целью. То есть если я хочу наладить отношения, то искать, допустим, именно пять способов наладить отношения. Как правило, легче продвигаются те ролики, которые, допустим, пять признаков того, что у вас плохие отношения. То есть фокус сразу же смещается. И когда вы приходите домой, вы... Ищите все пять. Конечно, да. И вы находите, потому что это же жизнь, и бывает, что и так, и бывает и плохое, и хорошее. Если же вы фокусируетесь на хорошем, вы больше это замечаете, или больше хотите это привнести. И тогда ваша цель, хорошее отношение, да, близкие отношения, вы её достигаете, именно фокусируясь на этой цели. То есть более-менее положительные какие-то нужны. Пять причин, что мужчина вас любит, да? Чем пять причин, что мужчина вам изменяет. Лучше почитать вот это, да? Ну, если ваша цель остаться в отношениях и наладить отношения, то да, если ваша цель развестись и уйти, то можно читать, почему важно там развестись и нужно. Хорошо. Ещё как парнопсихолог, вот, наверное, мне интересно о том, что, ну, часто говорят, что есть кризис, несколько таких кризисных годов семейной жизни. Миф это или не миф? В какие годы срочно требуется, в принципе, психологическое вмешательство, как хирургическое? Есть, семья это система, то есть у неё есть определённые определённые жизненные циклы семьи, то есть когда сначала два человека только соединились, у них начинается вот этот, они начинают друг с другом притираться, и где-то на первый год, это самый острый кризис, первый год жизни, когда на этот год приходится наибольшее количество разводов. Далее уже появление первого ребёнка, появление второго ребёнка. Второй, наверное, по значимости кризис, когда дети выросли и уехали. У партнёра остались вдвоём. А тут как будто бы уже ничего не связывает, потому что жили там ради детей вдвоём. И здесь почему важно помнить друг о друге, как о партнёрах, не только о родителях, для того, чтобы когда эффект пустого гнезда наступил, чтобы у вас оставалось что-то, что у вас держит месть, что есть вообще о чём-то поговорить. Какие пары чаще всего приходят? Юные, молодые, зрелые, мудрые? Как правило, где-то 10 лет совместной жизни, плюс-минус. Но есть в опыте и молодые пары, которые первый или второй год жизни, и это тоже радует, то, что молодёжь идёт к семейному психологу, потому что чувствует сложности. Не сразу же, да, как это всё, давай разведёмся, идут, пишут заявление и разводятся, и потом, допустим, могут даже жалеть об этом всю свою жизнь дальнейшую. Они идут, пытаются, пытаются наладить отношения, услышать друг друга. Но часто это именно где-то 10 лет совместной жизни. Какие самые частые психологические проблемы внутри пары? Что не получается? В чём наша главная такая беда и то самое высокое количество разводов, которые присутствуют? Я думаю, там тоже тренды такие есть. Самый, наверное, частый запрос, то, что мы не слышим друг друга. Я там ему говорю то-то, он меня не слышит, и в ответ то же самое. Я ей говорю так, а она меня не слышит. Помогите нам услышать друг друга. Тут фишка заключается в том, что у нас есть внутри нас потребности и страхи. Потребности и страхи привязанности. Это такие самые уязвимые вещи, о которых мы иногда и себе даже боимся признаться. И тут нам для того, чтобы наладить отношения в терапии, мы как раз к этому идём, чтобы открыть друг другу эти потребности. Приведу пример. Вариант, когда супруга, допустим, говорит мужу, ты опять задержался на работе, ты вообще обо мне не думаешь. Это один вариант коммуникации. Второй вариант. Я так по тебе соскучилась, мне хотелось бы больше проводить времени. То есть вы учите использовать второй вариант, да, в общении? Да, когда мы можем, то есть нам безопасно говорить о своих потребностях, когда мы можем сказать человеку, я тебя люблю, ты мне важен и ценен. То есть способ тот самый я-сообщение, да, так называемый? Да, я, да. Я так понимаю. Это один из... Мы друг друга не слышим. Ещё я так понимаю, что в принципе мы не умеем разговаривать. Ну, в большинстве случаев да. То есть... Это с чем связано? Может быть, это связано с тем, опять-таки, что мы боимся раскрыть себя, показать вот эту свою уязвимость, то, что если я... Когда я говорю, что я люблю, ты мне важен, это такая позиция, как будто я слабый, да, перед тобой, то есть некая уязвимость. Нам страшно это открывать, потому что, может быть, в детстве был опыт, когда мы это делали, но нас ранили, или мы не были услышаны. И эта стратегия остаётся с нами на долгие годы, потому что она помогала выживать психологически. Но в близких отношениях эта стратегия неэффективна. А уходят в прошлое, или всё реже с этим обращаются, я не знаю, с проблемами, вот мы сейчас всё больше такие высокие эмоциональные отношения, поиска пары, измены? Да. Приходят. Приходят, когда с изменой, когда была в опыте измена. Но главный, ну, не запрос даже, а главный индикатор того, что мы берём пару в терапию, является то, что они, во-первых, вдвоём пришли, и они хотят сохранить эти отношения. И только тогда мы с этим работаем. То есть вы можете отказать? Если один, не я могу отказать, если один из партнёров говорит, нет, я не хочу оставаться в этих отношениях, а второй говорит, я очень хочу, то здесь мы не можем второго человека уговорить. Ну нет, ну останьте. То есть когда два человека хотят, то здесь возможна терапия, тут возможна работа с изменой. И люди действительно проживают этот опыт, это рана такая в отношениях, но она может затянуться, шрам, конечно, останется, но она может затянуться, и люди дальше живут. То есть, в принципе, после измены не всегда может состояться развод, если пара всё-таки к этому готова. Да. Насколько сегодня вот как-то на жизни пары, вот такой живой организм же, отражается, ну, некое вот смещение, стирание гендерных границ или ролей, да? То есть сегодня женщина тоже, это уже стереотип, что это просто домохозяйка, и не каждая многодетная мама сидит у нас дома, ведёт свой бизнес вполне успешно, и, в принципе, сегодня женщина занимает лидирующую позицию в семье в том числе. Насколько вот это становится тоже, ну, неким влияет на ситуацию в семье? Насколько это меняет, в принципе, сегодня модель семьи? Мне кажется, здесь как раз-таки поэтому и возможно, наверное, семейная психология, парная психология, потому что оба партнёра готовы слышать друг друга. То есть если мы говорим про патриархат, да, когда мужчина сказал, и всё, то тут парная психология вряд ли поможет, потому что один из партнёров не услышан. А так как роль женщины, она, так скажем, ну, выравнивается с ролью мужчины, тогда они готовы уже слышать друг друга именно как пара, да, как пара, как партнёры. И тогда они приходят в терапию и начинают слушать друг друга. Ну вот по вашей практике, из тех обратившихся, какое количество пар в принципе в состоянии от развода отвести, скажем так, избежать развода после обращения к парному психологу? По статистике, именно по научной статистике, подходов, которым я работаю, это 75%. 75% остаются в отношениях и улучшают свои отношения. Есть ли какие-то базовые такие советы тем парам, которые сейчас, возможно, по той стороне экрана и задумываются о возможном разрыве отношений, разводе? Что делать? Минуты отчаяния, минуты роковые? Если понять, то есть вот это принятие решения о разводе, оно эмоциональное или нет, потому что иногда бывает действительно в порыве ссоры, когда мы все уже средства использовали, чтобы достучаться до партнёра, мы можем крикнуть, давай разведёмся. Это как способ достучаться. А второй партнёр, может быть, настолько устал, может сказать, давай разведёмся. А внутри каждого всё равно есть вот эта потребность в отношениях, и они не хотят разводиться. Но уже слова сказаны, и нет возможности откатить назад. Советую сесть и прописать, может быть, для себя, для начала. Хочу ли я оставаться в этих отношениях? Как вариант, опять-таки, обратиться к парному психологу. Может быть, вот этот манифест я хочу развестить, он больше эмоция. Эмоция именно на то, чтобы, наоборот, восстановить контакт. Ваши советы, главные рецепты семейного счастья в вашей семье. А вы к чему прибегаете? Ну, для меня так получилось, что я сначала на собственном опыте к этому пришла, а потом только пришла в психологию. То есть это шёл у меня долгий процесс. Мы вместе с 2001 года в отношениях, то есть 23 года. И мы прошли прям всё. Все этапы, да, такие кризисы. Да, все этапы, и действительно были кризисы, и были даже слова «давай разведёмся» именно вот эти как раз порывы. Но у нас был один такой разговор, очень важный для меня, когда мне партнёр сказал, что я выбираю тебя, как бы я хочу быть с тобой. И вот это самое главное. И это как-то перевернуло моё понимание. И вот опять-таки целью было у меня всё ради того, чтобы быть вместе. И тогда ты уже начинаешь больше на эту цель работать. Не на план «Б» там, не на план «С», а именно на то, чтобы быть вместе. Ну и в завершении такой короткий ответ. Счастье в семье. Из чего складывается? Счастье в семье для меня – это близкие эмоциональные отношения с партнёром, поддерживающие. Когда я для него крылья, он для меня крылья. Счастье в семье – это здоровые, счастливые, смеющиеся дети, которые встречают дома и бегут навстречу. Гудель, большое спасибо, что пришли в гости. С вами было интересно, а возможно, особенно полезно тем, кто сегодня задумывается о разводе. Будем надеяться, что семье удастся сохранить, и рецепт определённый есть. На этом всё. Всего доброго. До свидания.